Так, начнем. Сегодня мы поговорим о химическом синтезе олигонуклеотидов. Олигонуклеотиды используются в медицинской диагностике в перспективе как лекарственные средства. Однако, в общем, существует множество проблем с тем, как их правильно создавать. Для того, чтобы разобраться в них, нужно сначала понять, как они обычно делаются. Биологические методы нас сейчас не очень интересуют, они позволяют только скопировать то, что уже существует. Но химические методы более интересны, гибки и, в общем, перспективны в дальнейшем. Обычно это делается следующим образом. В основе любого олигонуклеотида лежат одиночные звенья, мономеры, так называемые нуклеотиды. Они состоят из азотистого основания, углеводной основы и фосфатной группы. Они соединены между собой в определенной последовательности. Эта последовательность, собственно, хранит информацию, которая содержится в ДНК или в РНК. Обычно органический синтез ведется в жидкой фазе. Это, с одной стороны, очень понятно и ясно, что с этим делать. Это делается уже не одну сотню лет и всем известно, никому не интересно. Но в данном случае это не очень хорошо применимо. Потому что, во-первых, не стопроцентные выходы у нас будут. Во-вторых, после каждой стадии потребуется очистка. А если олигонуклеотид содержит 20, 30, 50, 80 звеньев, то мы, извините, просто руками не справимся с такой задачей в приемлемые сроки. И потом синтез жидкой фазе нам не удастся автоматизировать. То есть нам придется все делать своими ручками. А это, извините, будет долго, больно и мучительно. Поэтому используется обычный гетерофазный синтез. То есть на твердой фазе крепится затравка, грубо говоря, на которой будут нарастать олигомерные цепи. И синтез ведется циклически, повторяется определенная последовательность реакции, и это позволяет более эффективно создавать... регулярную структуру, чем если бы мы работали в условиях жидкостного синтеза. Для того, чтобы ввести новый нуклеотид, используются особые вещества, амидафосфиты. Они имеют следующую структуру. Они имеют активную фосфорную группу на 3 штрих конце рибозной, диоксирибозная остатка. Эта группа при окислении может превращаться в защищенную фосфатную группу. То есть наш рост в цепи будет происходить именно исходя из этой активной группы. В амидафосфите обычно присутствует защитная группа на азотистом основании, потому что нам, грубо говоря, нужно, чтобы эта группа не участвовала в реакциях, которых у нас будет много и у которых нам побочные продукты ни к чему. И у нас есть кислотно-лобильная диметокси-третильная группа. Она позволяет пришивать только одно звено за раз. То есть, когда мы пришиваем к активной гидроксигруппе нашу фосфорную группу, у нас пришивается только одно звено, ни два, ни три, ни четыре. То есть мы получаем регулярную структуру. Работает это следующим образом. На твердом носителе присутствует обычно, как минимум, одно основание и активная гидроксигруппа. Когда мы подаем на твердую фазу раствор, содержащий активатор, это обычно тетрозол, и, собственно, раствор амидафосфита. Образуется, собственно, такой-то рефир, который, в свою очередь, в дальнейшем окисляется, чтобы получить, собственно, чтобы получить уже фосфат. Та часть гидроксида, которая не прореагировала, на предыдущих стадиях, будет реагировать с подающимся следующим уксусным гидридом. Это такая называемая стадия копирования. Она позволяет избежать появления большого количества недосинтезированного продукта. Или продукта, который имеет более длинных цепей недосинтезированных. Или цепей с пропусками и так далее. То есть, грубо говоря, эта стадия позволяет остановить синтез на моменте, когда у нас произошла какая-то ошибка, и синтез не дошел до 100%. И последняя стадия – это депротекция, то есть удаление диметоксидрительной группы, в результате которой мы получаем активный гидроксил. В результате получается, что мы возвращаемся в исходную точку, у нас есть активный гидроксил, и мы к нему можем пришивать новое звено. Делается это обычно не ручками, а с помощью прибора, называемого ДНК-сентезатора. Это программируемый жидкостной робот, то есть машина, которая подсоединена к компьютеру, мы задаем в нее программу, в которой объяснено, какие растворы подавать на протяжении какого времени, в каком объеме и на какой реактор. Реакторов может быть несколько. На картинке изображена машина АСМ-10, там обычно один реактор, но их может быть до 96 реакторов для того, чтобы синтезировать параллельно какие-то олигонуклеотиды. Ну, например, если нужно сделать за раз, поставить, например, в ночь, готовятся 3, 4, 5, 10 порций разных соединений. Также в рамках ДНК-сентезатора можно варить не только, например, ДНК или только РНК, а смешанное химерное соединение, например, теофосфаты, например, гуанидиновая производная, модифицированная какими-то азотными группами по фосфату, или, в общем, вводить какие-нибудь пепсидные группы, которые имеют совершенно другую природу, но поскольку ДНК-сентезатор – это достаточно надежная, простая машина, ей, в общем, все равно, что пришивать, если есть программа. Для того, чтобы, когда мы получили вещество, иммобилизованное на твердой фазе, нам потом нужно его как-то отделить. Обычно в качестве твердой фазы используется CPG, то есть пористое стекло силикат, от которого отходят недлинные модифицирующие линкеры, и на них, собственно, присутствуют какие-то гидроксигруппы, или модифицирующие группы, или первое звенье нуклеотиды. Однако у них у всех есть одна особенность, что они под действием аммиака отсоединяются от самой твердой фазы, и таким образом мы получаем, собственно, раствор олигонуклеотида в водном аммиаке обычно. Также в аммиаке отделяются защитные группы на азотных, на азотистых основаниях, и получаются, собственно, очищенные, ну и получаются, собственно, рабочие олигонуклеотида. Дальше их остается только очистить. Обычно для этого используется, для небольших количеств, обращенно-фазовая, высокоэффективная жидкостная хроматография. Однако у нее есть предел, там, 10-15 оптических единиц, еще можно очистить, а вот если уже 100-150, то требуются другие методы. То есть там, грубо говоря, ограничения по объему есть, по количеству. Методами енного обмена можно очистить больше. Однако там проблема в том, что частота все-таки будет меньше, и потребуется дополнительная очистка, скорее всего. С помощью геоэлектрофореза можно очистить много, но тяжело и долго. В общем, это достаточно сложная техническая задача, и она требует работы достаточно квалифицированных экспертов. Ну, в общем, тоже выполнимая задачка совершена. Также обычно очистка от всяких солей, силикатных примесей и прочих производится путем высаживания водных растворов от стон. Поскольку ДНК и олигонуклеотиды, в отстоне практически нерастворимы, особенно в перхлоратных растворах, ну, растворах перхлоратов от стон. И это позволяет их тоже очень эффективно очищать от различных примесей. Собственно, все. Сам процесс, как вы можете заметить, не очень сложный. Надеюсь, что мое объяснение было не очень избивчивым, достаточно понятно. Продолжение следует...